Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Я, конечно, всё понимаю, но это уже наглость. Водитель просто оборзел. Стоят мои тачки BMW, Buhanka и Mitsubishi Lancer на парковке возле дома. Я вот тут, кстати, живу. И кто-то, какой-то водитель десятки просто берёт и перегораживает все мои тачки. Такое чувство, что на этой парковке, чё, места нету, что ли, я не пойму. Вот почему вот этот водитель не остановился где-то и не перегородил мои тачки, а вот этот решил, что он просто самый умный, да ещё и номера снял. Вот это я понимаю. Очень и очень остроумно так делать. Просто взять, перекрыть мои машины, которые тут стоят, и снять номера. Это, конечно, действительно очень умная тема. Это действительно умная тема. Но этого человека нужно как-то действительно проучить. Я вот не знаю, есть ли у меня что-нибудь с собой кинуть. Ну, такого на самом деле нет. Окей, ну тогда я придумаю сейчас, что это сделать. Потому что, вот как мне нужно выезжать на моей буханке. То есть я должен сейчас буду нарушить правила, которые есть в игре. Взять и выехать на дорогу, на пешеходный переход. И чтобы этот автобусник испугался. Как по мне, это действительно выглядит совсем неправильно. И эту ситуацию мне нужно решать как-то по-другому. Я думаю, что этого чувака придётся проучить. Ему очень не повезёт, если он свою тачку не поставил на ручник. И это будет действительно для него грустно. Так, раз ручника нету, тогда мы сейчас поприкалываемся. Ой, как поприкалываемся, чувачок. Ты, конечно же, умный оказался. Но я, походу, ещё намного умнее. Потому что сейчас, раз вот так, есть люди, которые небережно относятся к своим машинам. Паркуют и мешают другим. То придётся тебе поискать тачку где-то в другом месте. Потому что я её сейчас могу оттолкнуть куда-нибудь в другое место. И пусть он её там ищет. Пусть он её там ищет, где её, собственно говоря, оставил. Окей, давайте тогда так и поступим. Я сейчас разверну его тачку. И спрячу он туда за вон ту шагурмечную. Там вон через дорогу есть шагурма. И вот придётся ему тачку там искать. Если он, конечно, её найдёт. Пускай. Потому что... А чё делать? На тачке номеров нету. Я бы так, конечно, и гаишников бы вызвал. Яйцами бы закидал. Но яйца уже, собственно говоря, как-то нет у меня дома. В магазин как-то идти не хочется. Поэтому я сейчас вот так вот и спрячу. И спрячу эту вот тачку, которая будет находиться вот тут. И пусть, пусть, пусть. Пусть он и это ещё объяснит как-нибудь. Потому что ещё он виноват на самом-то деле. Как бы мои-то тачки мешают моим тачкам. А теперь вот пускай вот тут его машина и будет. И пусть он там ими занимается. Всё. Вот теперь пусть его тачка будет находиться за этим двориком шаурмы. Я думаю, что он таким образом, она припаркована более в нужном месте. Тем более-то если он хотел вот так вот поставить. А то, оказывается, все умные такие, да? Ну а теперь пусть, пусть её ищут. Вот тут, короче, эта шаурма. И пусть она тут будет. Я понимаю, человек мог спешить в гости куда-то в квартиру кому-то. Чё-то ещё. Но посмотрите, насколько огромная эта парковка. Он мог поставить вот сюда, вот на любое место. То есть я вот могу действительно вам продемонстрировать сейчас это. Вот просто он мог поставить. Вот из-за него я даже открыть тачку свою не могу. То есть он мог взять, оставить её. Хоть вот тут. Вот, собственно говоря, хоть рядом со мной вот так взять. Вот тут поставить машину. Вот тут. Либо вот тут. Либо вообще вот тут. То есть парковка действительно пустая. Нет такого, что... Некому. Вот нет такого, что нет места. Или что-то ещё. Везде есть места. И вот, посмотрите. Чувак сейчас... А, я думаю, что он припаркуется. Он просто катается. Вот тут на крайний случай можно было поставить. Да разве или вот тут. То есть мест действительно предостаточно. Ну даже если бы тут все места... Допустим, все места тут заняты были. Ну поставь тогда вот тут. На парковке возле автомастерской. Тут же есть автосервис. Можно и тут машину поставить. Можно и там. Но зачем переграждать, собственно говоря, мне мои тачки? Зачем, собственно говоря, вот так вот ставить? Вот теперь пусть он получится и поймёт, что чужие машины нельзя, собственно говоря, переграждать. Потому что мало ли человеку на работу утром. Или куда-то ещё. А он настолько торопился, что ручник забыл. Видимо от испуга. Потому что номера-то он успел снять. А, собственно говоря, всё остальное он не сделал. То есть самый умный снял номера. Потому что перегородил дорогу. А, собственно говоря, поставить наручник не успел. Ну вот, собственно говоря, его проблема. Пусть теперь ищет тачку. Подумать, что её угнали. Но это его вина будет. Потому что действительно он себя плохо повёл. Поэтому, ребята, если вы уже скачали МТА провинцию, то, пожалуйста, обязательно всегда соблюдайте правила. То есть постарайтесь никому тоже не мешать. Другие тачки тоже никому не перегораждать путь. Парковать тачки в свободные места. И всё будет чётко. Я уверен, что тогда будет всё действительно максимально-максимально круто. Поэтому у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА провинция онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА провинция. И я уверен, ты обязательно кайфанёшь. Ну а также, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, для этого, ребята, смотрите, что нужно сделать. Когда вы зашли в игру, вам нужно нажать на буковку М, английскую на клавиатуре. Далее у вас откроется вот так вот меню. И отсюда нужно перейти в раздел реферальная система. И здесь, в появившемся окне, вам придется ввести мой промокод личитоп. То есть свой промокодик личитоп. Надо ввести его в вкладку активировать промокод. И все. И у вас будет крутой и очень потрясный бонус. Ну а с вами был личи. И всем до скорых встреч.